ладно давайте к делу если выпуск набирает 2000 лайков мы сразу же грузим этот выпуск на youtube друзья всем огромный привет это нового выпускника фанаты и вы на предыдущем видео на топовом влоге сербии собрали 2000 лайков как и обещали сразу же ловите видео с михайло пьяновичем до поддержали небольшую интригу встретимся ли мы с ним получится у нас там увидится у нас получилось и прямо сейчас вы должны поставить лайк на свои комментарии авансом просто любой комментарий вы знаете это делать там кучер дневник фаната спартак сербия цернгвезда любой и непосредственно подписаться на канал надо и после чего вы должны спокойненько сидит видео небольшое интервью с михайло вспомним спартак вспомним его голы узнаем его вообще отношение к футболу и всему что происходит сейчас у нас в россии друзья меняем локацию находимся с уже зимой в москве но возвращаясь к выпуску я хочу вам сказать о том что после уже интервью с михайло мы с ним встретились перед нашим вылетом и он мне дал футболку цернг звезды с его автографом автографа михаила пьяновича поэтому чтобы принять участие в розыгрыше и попробовать забрать эту футболку себе вам нужно сделать три простых вещи написать комментарий подписаться на канал и поставить лайк этому выпуск поэтому надеюсь кому-то из нашей уважаемый брат в эту футболку идет а мы с вами будет дальше надеюсь вам понравится ну что друзья начинаем дневник фаната михаила пьянович прямо сейчас специально для вас поехали михаила приветствую тебя как твои дела хорошо история следующая мы же говорил в нашем влоге сербии что мы должны были найти михайла пьяновича поэтому друзья новый выпуск отдельный эксклюзивные совместно с михайло пьяновича михайло вы за спартак провели относительно так легионера даже много времени три года четыре года да там получилось вы тренера вы играли при трех тренерах на его скала федотов и старков старков давайте сразу такие яркие воспоминания владимир федотов царство ему небесное к сожалению нашего жизни из трех тренеров кто вам больше всего понравилось и при ком было вам удобнее играть скала старков федотов самый лучший человек это федотов прессинга хотя команда это фантастически но я же выключил это тренер который любит играть футбол скала лучший тренер лучший тогда скала федотов как человек как человек тоже хороший тренер пока за мое мнение это разная скара лишь у него есть просто у него не удачи не было чтобы выиграли чемпионат чтобы стали чемпионатом россии просто понял я удивляюсь вашему русскому языку но чуть-чуть забыли я знаю что может вспомнить можно пожалуйста google переводчик можно поставить как же была шутка это был пугодольный перфомас мы сейчас находимся в заведении кстати говоря у нашего друга ивана косича улица юг богданова 23 кафетерия поэтому кто приедет белград обязательно заходите к ивану иван скидка какая-то будет для наших подписчиков обязательно скидочка будет рубль о том что рубль типа сильный денег нет поэтому скажите что от фратри какая-то история либо золото привезите продолжая тему вы перешли из страны звезды в спартак знали ли вы историю спартака знали ли вы историю болельщиков что между собой дружит и почему вы перешли спартак были какие-то другие предложения на то время у вас били други подружили просто так самый лучший это короля как кажется это предлагали спартака белла и просто так получилось я тогда начинался русский футбол чтобы там больше заплатил игроки а кто предлагал еще помимо спартака аль да там белый испанцы избил германский клуба и какой там бил итальянцы они просто самый лучший так предложение вы когда пришли спартак и ваш первый матч когда вы увидели фанатскую трибуну мы говорим про болельщиков это как похоже похоже цивена звезда делиться на звезда похоже как болельщики спартака вы сильно сильно вы не удивились правильно понимаю привычно был такой атмосфер я уже играл на то время для вас лично вам объясняли что есть цска есть зенит и за на молодые игроки который самый принципиальный матч по моему циска циска сказали то же самое потом тогда зенита была тоже очень хорошая команда просто так была хорошей команды очень хорошей команды было в это время циска выиграл кубок и из состава с кем вы играли спартаке кто ваш был друг партнер по команде с кем вы больше всего общались да конечно видеть это когда он приезжая мячу не вернулись и галене чертитов юраков тун дмитрий парфюров это велик очень хороших игроки я очень подумал друзья вот вы сейчас смотрите выпуск с михаилом пьяновичем вам наверное нравится он вы пишите комментарии я хочу вам сказать о том что наши друзья из букмекерской компании вен-лайн помогают нам в реализации таких проектов и не забывайте что по ссылке которые находятся в заглянном комментарии вы можете получить до 20 тысяч рублей фри бета отличная история вен-лайн радует наших братишек то есть вас и также помогает дневнику фанта реализовываться и делать такие топовые выпуски ставим лайк этому выпуску пишем комментарии подписываться на канал и смотрим дальше интервью с михаила пьяновича скажите вы два раза брали серебро чемпионат россии 2005-2006 год если я не ошибаюсь но прежде чем хозяева сумели отправить мяч в сетку чужих ворот пришлось еще раз достать его из своих пьянович выйдя на замену в первой же атаке собственным участием забил но судья на линии поднял флажок а главный с ним согласился все берут там чистое я думаю что арбитр ошибается посмотрим по телевизору что что будет по моему обсиды не было итак спартак стал второй российской командой в лиге чемпионов правда начнут свой путь красно-белые с третьего отборочного раунда приятное дополнение к европейской путевке заявленная весной как задача на сезон серебро чемпионата россии александр бедрюх михаил жульков бол россии что тогда спартаку не хватило почему не дожали золото ваше мнение моим это организация клуба то добила просто это по моим это это один человек там на стране нет и на страну теска то это гиллер по моему то есть видно просто захват ровно и гиги гири там построили команду как надо и организации в клубы это это маленькая разница пока разница ну там же совсем бывало чуть не где-то не хватало чуть-чуть руководство спартака к вам всегда хорошо относилась и почему вы уж на это пора по разному беру то разным его там почему самый самый большой клуб в россии это это спартак правильно а просто сколько он после несколько 20 лет сколько он сколько раз и не выиграл чемпионат россии это значит что проблемы такие это видно что проблема есть по моему мнению это надо организация по другому построить иногда тогда все будет хорошо чтобы чтобы спартак как у романцева там стал несколько раз чемпион вы знаете что сейчас фидум ушел из командами несколько лет я сказал что это мой друг там белья сколько дней назад русский здесь он все рассказал по все рассказал там что есть михайлов вы в спартаке сыграли 48 матча забили 11 голов у меня почему-то в памяти два гола вот сейчас вспоминаю просто это гол зениту контратаку и помешать михайла пьяновичу оформить дубль практически не пытается никто за исключением камилы чентафальски но голкипер в данной ситуации бессилен а счет 1 3 это практически приговор во втором туре подряд спартак солидного преимущества уступать дом не намерен и гол локомотиву когда вы хотели дарить головой это плечо это это кубок было два голова а просто так хороший вариант очень хороший родригес в атаке подачи а ну головой забивай браво браво был бы это локомотив реакция моя была бы точно такой же потому что разыграли изумительно какой этапе надо это было да да сказал и гола не получилось этого не обилой травмы и там разные как он у вас в голове самый памятный для вас за спартак может быть моим лучшие играми спорта круто и 1 4 там выиграли питеру поэтому что это был хороший матч хороший хороший вы знаете отношения болельщика спартака команде к игрокам немного зарядов немного кричалок болельщиков посвящены игрокам то есть это нужно заслужить вам был посвящен заряд удачи 9 циверной звезды и у спартака у меня есть без мобила просто вы помните его меня меня болельщики всегда как скажем любили напомню помню конечно сердце старкова склоны к измене и перелом ростая как болельщики поняли что так просто так бил это смотрите било время сами слова то павлюченко толка венаги а забивает только михайло то есть любовь болельщикам спартака она действительно к вам была она пронесла через года и сейчас я приехал в белград я тоже делаю вовсе болельщик спартака конечно что вы можете им сказать я думаю спартак разрешается там чтобы стал чемпионат россии сначала и потом в европе можно хороший результат сделать просто такая команда это это нужно чтобы так построить все как надо и что играла как раньше понятно что ли там интер милан выиграли просто чтобы с ними играли футбол дала вы знаете у нас сейчас история в россии есть фанаде такая слышали нет нет фанаде это паспорт болельщика мы сейчас не ходим на футбол вообще в это знали и да сказал мне ты мой друг сказал потому что вели паспорт болельщика цифровизация и мы чтобы пойти на футбол должны оформить паспорт его не всем даю зачем это это просто мы мы не понимаем для чего это было сделано потому что на стадионах камеры такие что любого видно всех видно там все все за кого играть футбол если борщика нет вот о чем они понятны сейчас фанатская трибуна пустой поставил не ходим мы не ходим на кубок россии только товарищеский матч либо молодежная команда спартака я думаю что это быстро изменяется что уже почти два года должен изменяться два года уже практически мы не ходим на футбол представляете за меня это не понятно кому это надо о чем речь футбол без фанатов это это нет футбола это зачем за кого играет я и я рада и все что это изменится что будет все как как раньше а а если дерби играет если фанатов нет а зачем сейчас в россии набирает популярность медийный футбол что это такое медиа лига то есть есть блогеры там ютюберы и так далее они делают футбольные команды и играют большой чемпионат матчи смотрят больше чем смотрят чемпионат россии трибуны битком люди ходят на этот футбол там нет никого фанайди и история такая что в этом медийный футбол пришли бывшие игроки пример лиги это реальный футбол реальный футбол медиа лига то что медиа футбол и мы сделали себе команду называли народная команда имени георгия ярцева ребятки желаю сегодня всем получить от футбола удовольствие большое при большой у нас был матч на открытие арена и я вам сейчас покажу фотографии некоторые и но только такой только более живой типа футбол и команды играют из медиа футбола в кубке россии вы ничего об этом не слышали я к чему говорю к нам на нашу игру на народную команду приезжал приходил олег иванович романцев к нам приходил массе макареда к нам приезжал на игру к нам приходит наши болельщики все наши братишки и там устраивает такой шоу как как вы думаете это если это футбол если какой-то еще футбол кроме вот настоящего по вашему мнению нет михайло но вы в россию собираетесь я после нового года и когда вы будете в россии если будет матч народной команды но и в целом может приглашаем гости это посмотрим я позвоню у меня номер то есть наверное вы обалдеете я приехал белград мы общались с представителями цирены звезды мы хотим народная команда хочет приехать в белград и сыграть на мараккане матч с со сборной цирены звезды это можно можно классная история да можно у болельщики все разве здесь ветераны как называется это это игроки как которые играли раньше за мы хотим играть так как мы хотим привести титова олень чего фанаты на мочи работе раки и сделать такого шоу матч белграде друзья это большой привет да если от всего сердца от всех болельщиков спартака я говорю спасибо спасибо за то время что вы провели вчера такие что ведет взаимно поэтому друзья извините за русские там такое лично давай тогда попросим болельщиков оценить напишите в комментариях каком русский язык михаила пьяновича если вам понравился выпуск поставьте обязательно лайк и не забывайте подписаться на канал михаил вы в социальных сетях есть социальные сети инстаграм нет нет ничего нет ничего нет здорово счастливый человек красно-белые всегда рядом поэтому мы ждем москве приезжайте я вас лично приглашу когда у вас будет матч спасибо либо мы уже придем сюда сыграть спасибо за просмотр это было это был дневник фанатов был михаила пьянович и поделись в комментариях воспоминаниями о игре михаила что на ваш взгляд что вам запомнилось и футболка с автографом михаила уйдет кому-то из вас ваша задача просто поставить лайк подписаться на канал написать комментарий про михаила пьяновича еще главное условие главное условие приехать белград и прийти к ивану косичу кабак а социальных сетях и видичи михаил следующий этап мы срегистрируем в инстаграме телеграме хорошо михаила пьянович соли всем спасибо был дневник фанат михаил 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 м м м в в в Продолжение следует...